приветствую вас дорогие друзья поговорим про ранговые бои в этот раз их запустили на девятом уровне такого еще не было я в группе вконтакте написал что это помойка и решил что в это играть особо не хочу но поскольку я с одного боя понял что ранговости в этом нету совсем сейчас объясню почему поскольку грубо говоря у тебя каждый бой защита твоих шевронов поскольку как они упадут если нужно проиграть еще и занять последнее место я часа два поиграл в ранговые бои сейчас объясню почему я передумал и решил все-таки сыграть и у меня ни разу шевроны не падали они либо оставались на месте либо повышались поскольку все кто победили получают шевроны все кто проиграли они не теряют шевроны кроме одного последнего кто проиграл я даже не представляю что должно произойти чтобы потерять шеврон может если танк сгорит или взорвется или интернет выключится или свет или я не знаю что-нибудь экстраординарное так вот я решил что я в это играть не буду поскольку ранговости в этом нет совсем этот режим который называется ранги в нем слова ранги совершенно не подходит она вообще не отображает суть режима никак но потом я заметил что там в дискорде ки другие контрибьюторы что-то бухтят про ранговые бои рассказывают одни как там им плохо все время что-то там они верают не очень другие люди объясняют что-то у них скилл не из того места они рассказывают что-то играем там откручивают подкручивают но я так понял люди поадекватнее написали что там очень хорошо фармится серебро особенно на прим танках 9 уровня и один из более-менее нормальных прим танков это чиф тнп ну п наверно пионерский какой еще может быть чиф тнп чиф тн пионер честно говоря не знаю как в этом слово на букву п да и не суть в общем поиграл я два часа на чиф тнп в ранговые бои на девятом уровне у меня достаточно много прим танка 9 уровня наверное все которые есть в игре у меня есть кроме т-54 хави танка хоть он сейчас постоянной продажи я абсолютно не понимаю зачем он мне нужен если у меня есть все остальные которые на мой взгляд получше и китайский тяжелый танк может альфу выдать хоть и танчик слабенький и чиф тнп может от башни поиграть хоть и в целом танк тоже имбовым не назовешь в принципе прям танков 9 уровня имбовых я считаю нету но в любом случае в эти ранговые бои на девятках 7 на 7 можно поиграть на прям танка 9 уровня и пофармить серебра но вначале даже если вам это не интересно можно зайти пройти квалификацию а квалификация 5 боев и получить за это три дня прямо а бои там в принципе быстрые то есть можно за 5 быстрых боев в рангах получить три дня прямо это уже мне кажется неплохая такая халява потом можно продолжить играть на прям танки 9 уровня ставим маленькую ремку маленькую аптечку до поютчик если вы статист огнетушитель если вы пожарник заряжаем побольше обычных снарядов не специальных и начинаем накатывать бои желательно с прям аккаунтом с резервами своими с резервами клановыми чем больше всего включено тем больше будем фармить все принципе логично и у меня получалось в армии серебро за поражение по 60 по 80 тысяч там по 90 заповеду у меня получалось там от 80 до 140 конечно результаты очень сильно разные но бои быстрые и в целом в среднем получалось что-то около 100 тысяч плюс-минус бой длится всего 10 минут но 10 минут я не видел ни разу чтобы было 10 минут основное правило игры 7 на 7 на девятках в рангах это не отделяться от своей команды вообще держаться вместе если вы на стражках едете на фланг то нужно ехать с той стороны с которой у вас тяжи находятся не нужно ехать там где вообще вы отсоединены полностью когда вы полностью отсоединяетесь вас могут пронести бесплатно или если на вашу команду нападут а вы отсоединены от своей команды полностью вы никак не поможете а бои быстрые нужно помогать сразу поэтому держаться нужно вместе а там дальше уже координируйтесь со своей командой я допустим по мини карте тыкаю люди даже более менее надо понимают что им подсказываю чтобы мы вместе как-то ехали играли мне в принципе достаточно и такой координации мне не нравится в натиске то что там связь включена в команде конечно с некоторыми танкистами можно нормально пообщаться но с некоторыми лучше никогда в жизни не разговаривать такой вот координации по мини карте в принципе достаточно чтобы скоординироваться с рандомными челиками если они бараны то они бараны в любом случае если они нормальные то они поймут и так и вот за такие быстрые бои на девяточках мы быстро фармим примерно по 100 тысяч серебра если вы конечно по скилу не очень понятно дело что это будет все медленней серебра будет меньше все будет тяжелее также есть еще награды за прохождение самих дивизионов в каждом дивизионе по 5 рангов в каждом ранге там нужно по пару шелуронов набить в принципе она все проходится очень быстро в награду там из интересного немножко серебра 480 тысяч экспериментальное оборудование довольно таки много его поэтому можно поиграть получить его я честно скажу я вообще даже не смотрел сколько чего там прошел какие-то там дивизионы ран и проходятся потихоньку но я смотрел в основном на то как у меня очень быстро фармится серебро причем мне даже понравились бои добывали серии поражений они немножко напрягают только одним лично меня то что серебра меньше получаю а так в целом пофиг почему мне понравились бои поскольку там много танкистов качают какие-то очень очень слабые танки одни из худших на девятом уровне там очень много танкистов которые катают танки за жетоны и не всегда самые лучшие конечно там много phase 1 танков но поскольку это очень хороший акционный танк против них бывает тяжеловато на прям танках 9 уровня поскольку прям танки 9 уровня слабенькие но в целом играть можно также там скиллом и не пахнет особо поэтому серебро можно по кайфу фармить даже на слабых прям танках мне очень понравился в этом режиме чифт нп до пушка у него кривоватая но пробить основным снарядом хорошая альфа 400 что в принципе обычная финальная точность тоже неплохая но вот стабилизация и сведения конечно душная также на башне имеется лючок но в целом башня танкует скорость такая вот более-менее неплохая нехорошая в целом танчик пойдет там еще в награду есть инструкции что тоже неплохо там на стабилизацию на досылатель на вентиль если какой-то танчик катаете можно их иногда подрубать ранговые бою на стартанули 18 октября и до 29 октября они будут включены единственное что напряжено что они стартуют с 11 мск если с утра прям пофармить хочется то они выключены ну и работают они до часа ночи странно в ранговых боях нету статистики особо они не напряженные простые но тут такая вот защита от пастоушников каких-то и так далее поэтому утром и ночью ранги выключены чего этому режиму на мой взгляд не хватает во первых адекватного названия которое отображает суть поскольку ранги это не то название которое подходит этому режиму здесь ранговости нет никакой это мини рандом на прям девятках или на прокачиваемых девятках если вы хотите покачать какую-то девятку я кстати еще полевую модернизацию неплохо подкачал также боевой пропуск еще в этом режиме проходится на мой взгляд это какой-то мини рандом в котором впервые в жизни я понял что прям девятки зачем-то нужны то есть до этого момента они никогда в жизни вообще не надо были они просто слабые в рандом на них выезжать не хочется нафиг они нужны также за два часа игры в этом режиме я ни разу не видел lt и один раз видел нарти что тоже радует поэтому я считаю что название должно быть какое-то другое этот режим мне хотелось бы увидеть его продолжение поскольку это чуть ли не единственное место где можно реализовать прям девятки и с кайфом по-быстрому пофармить серебро мне честно надоело фармить серебро в рандоме линия фронта очень душная и не интересная но вот этот режим не очень сильно понравился для фарма серебра на девятках на мой взгляд должно быть два режима где можно пофармить серебро вот линия фронта для тех кто любит играть нудную фигню и вот такой быстрый динамичный режим для людей которые хотят с кайфом пофармить серебро в интересные бои быстрые динамичные не скучные не нудные на мой взгляд такое место тоже должно быть и очень жаль что она включилась ненадолго и не факт что мы увидим еще раз это но мне очень сильно понравилось мне бы хотелось это увидеть еще раз но уже хотелось бы увидеть в обертки не ранговых боев а какого-нибудь типа командные бои мини рандом я не знаю что-то другое ранговости тут никакой нет но это очень крутое место чтобы с кайфом динамично быстро пофармить серебришка и впервые за всю историю реализовать прям девятки еще хотелось бы увидеть статистику поскольку я поиграл пару часов у меня серебра было то ли 7 миллионов то ли не знаю сколько теперь там почти 10 что ли короче за пару часов можно нафармить несколько миллионов серебра опять же зависит от того какие резервы у вас активированы какими снарядами в этом стреляли с допайком без допайка какая серия побед какая серия поражений два часа это конечно небольшой показатель для статистики этого маловато но очень сильно влаза бросается что фарм хороший пишите свое мнение в комментариях с вами был артист играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока